Итак, сегодня мы поговорим о листах временной нетрудоспособности, о порядке их назначения, кто выписывает эти листы. В простонаречии эти листы нетрудоспособности называются больничные листы. Немало вопросов у пациента возникает, когда он заболевает, и по поводу порядка и сроков нахождения на больничном листе, кто направляет на медико-социальную экспертизу, и когда это происходит. Я буду говорить о тех нормативно-правовых актах, которые регулируют данные вопросы, и те акты, которые, как я считаю, вы можете изучить самостоятельно, и в них есть что-то, что для вас будет представлять интерес, я буду останавливаться и повторять их исходящие данные, чтобы вы успели их записать. Хорошо? Все вопросы, касающиеся порядка и сроков выдачи листов нетрудоспособности или иначе больничных листов, сроков направления на медико-социальную экспертизу, выдачи больничных листов по уходу за взрослыми членами семьи и детьми, указаны в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 года в редакции от 02.07.2014 года. Почему я даю редакцию? Потому что законы после их принятия претерпевают некоторые изменения. Обычно эти изменения вносятся какими-то приказами, и вот эти приказы называются редакцией. Редакция 2011 года без изменений 2014 уже будет недействительна. Об утверждении порядка выдачи листов нетрудоспособности. На основании данного порядка человек, у которого имеется благоприятный прогноз к выздоровлению, может находиться на данном листе нетрудоспособности на больничном 10-12 месяцев. Но это лишь при благоприятном прогнозе заболевания. То есть когда больничный продлевается в надежде на то, что человек выздоровеет и приступит к своим трудовым обязанностям. Но бывают и такие заболевания, при которых вылечить человека полностью не представляется возможным. Или результат вот этого длительного даже лечения, он неизвестен. Может быть какая-то и отрицательная динамика. Тогда предстоит длительное лечение и необходимо такого пациента направить на медико-социальную экспертизу. На медико-социальную экспертизу, если такой вот неблагоприятный клинический трудовой прогноз, пациент направляется не позднее 4 месяца с момента выдачи больничного листа. Но это обычное правило, но бывают в этом правиле и исключения. Значит, кто выдаёт больничные листы? Очень часто меня спрашивают об этом. Выдаётся больничный лист обычно лечащими врачами поликлиники по месту жительства. Может быть, онкологами в поликлинике. Терапевт, врач-хирург, врачи-онкологи стационара могут открыть этот больничный лист, с которым пациент при выписке из стационара может обратиться в своё лечебно-профилактическое учреждение. При каждом онкологическом заболевании срок нахождения на больничном листе, он варьируется, может быть различным. Вот эти сроки, они регулируются ориентировочным сроком временной нетрудоспособности при наиболее распространённых заболеваниях и травмах. Вам в это углубляться не надо, это не особо имеет значение. Исходящие данные есть. Если потом возникнут вопросы именно по срокам вашего онкологического заболевания, вы можете ко мне всегда обратиться. Однако, в некоторых случаях врачи могут отступить от этих сроков на 30 и более процентов в сторону их уменьшения или увеличения. То есть, либо больше 118 дней, либо менее. Но вот такое увеличение или уменьшение происходит по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения. Один врач не может данный вопрос решить. Только комиссионное решение. Направленному на медико-социальную экспертизу гражданину, группа инвалидности работников медико-социальной экспертизы может быть не установлена. Не факт, что вы пришли и вам эту группу инвалидности установили. И тогда сотрудники медико-социальной экспертизы отправляют пациента обратно в лечебно-профилактическое учреждение с рекомендациями о продлении больничного листа до вашего выздоровления, да, конкретно, или до повторного направления на медико-социальную экспертизу. И тогда уже при повторном направлении вам будет решен вопрос об установлении группы инвалидности. Если конкретно говорить, то вот что указано в данном законодательном акте. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности с периодичностью продления листка нетрудоспособности, опять же, по решению врачебной комиссии, не реже, чем через 30 дней или до повторного направления на медико-социальную экспертизу. Но, однако, это право Бюро медико-социальной экспертизы, а не его обязанности. С учетом таких вариантов изменения ваш больничный лист может продлиться до 5-6 месяцев. Продержав пациента с очевидным неблагоприятным клиническим и трудовым прогнозом на больничном листе до 4 месяцев, лечащий врач лечебно-профилактического учреждения должен направить данного пациента на медико-социальную экспертизу. При этом оформляется специальное направление, оно еще называется посыльный лист. О чем указано в постановлении правительства Российской Федерации от 20.02.2006 номер 95. О порядке и условиях признания лица инвалидом. Редакция уже от 6 августа 2015 года действует. Иногда врачи не направляют пациента на медико-социальную экспертизу, говоря, что ему все равно не установят группу инвалидности. Ну вот, знать об этом врачи совершенно не могут, так как это не их компетенция, это компетенция людей, сотрудников государственных учреждений медико-социальной экспертизы. Можно, конечно, может врачу свои какие-то предположения высказать, но решают все равно сотрудники медико-социальной экспертизы. Направить на медико-социальную экспертизу обязана поликлиника по месту жительства, где пациенту открыли больничный лист и где его продлевают по решению врачебной комиссии. Допускается направление на медико-социальную экспертизу и органам соцзащиты, и в редком случае пенсионным фондам. Но это очень-очень-очень редко бывает и в отдельных субъектах Федерации. У нас очень много учреждений лечебно-профилактических, поэтому у нас этого не бывает. Существует такая вещь, как отказ в направлении на медико-социальную экспертизу. Если вам отказали в направлении на медико-социальную экспертизу, вы можете обратиться с жалобой к главному врачу лечебно-профилактического учреждения или председателю врачебной комиссии. Он должен вам выдать справку об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу. И это его обязанность. Данная обязанность также регулируется тем законом, который сейчас я вам назвала. Часто врачи при установлении онкопациенту группы инвалидности не выдают ему больничный лист, предлагая взять отпуск и продолжать лечение. Это касается тех людей, у которых уже установлена инвалидность второй-третьей группы. Меня вот об этом спрашивали. Работающие инвалиды второй-третьей группы также имеют право находиться на этом больничном листе. По законодательству они могут находиться либо подряд четыре месяца, либо с каким-то перерывом пять месяцев. Это оплачиваемый больничный, вот о чем мы с вами разговаривали. Ссылки на это право содержатся, если хотите, запишите исходные, в статье 6 ФЗ от 29 декабря 2006 года, номер 255 ФЗ. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством». Вы можете только записывать дату и номер. Есть такие вещи в интернете, есть такой сайт, как «Консультант Плюс». Когда вы вводите вот эту дату и номер, он вам выдаст название закона, вы можете зайти туда, и полностью текст закона будет воспроизведен. Редакция обязательно должна быть 9 марта 2016 года. Буквально только-только его опять в очередной раз изменили. Ну так вот, об изменениях. Хотелось бы еще пару слов сказать о изменениях, которые произошли у нас в законодательстве при назначении инвалидности. У нас поменялся закон о назначении инвалидности, да? Он называется… Давайте я вам дам сначала исходящее. Обязательно запишите. 1024 Н, закон номер 1024 Н, от 17 декабря 2015 года. Сначала как бы государство в 664 законе к нам повернулось лицом. Потом вот 1024 Н, приказ Минтруда, спасибо, что исправили, обговорилось, приказ Минтруда и Министерства труда Российской Федерации о классификациях и критериях, используемых при прохождении медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы. Ну, в принципе, по исходящим найдете. Говорю, название длинное. Дата 17 декабря 2015 года. Значит, к сожалению, к сожалению, здесь вот собрались пациенты с раком молочной железы. По раку молочной железы произошли катастрофические, как мы считаем, наши организации изменения. Значит, вот сейчас у меня, если я тут разгляжу под цветом, это таблица, которая присутствует в законе и по которой те женщины, которые прооперированы и у которых первая-вторая стадия заболевания, но без метастаз в лимфоузлы, они не получают по данному закону инвалидность. То есть все лечение они проходят без назначения инвалидности, соответственно, с проблемами по... Если женщина работает, проблема с работой, то есть переносит лечение, при этом еще и работает. Вот. Значит, кто может получить инвалидность по данному закону? В течение первых пяти лет после удаления на стадии Т1, Т2, Н0, М0, но только при двухсторонней мастэктомии. Вы представляете, в двухсторонней мастэктомии. Это только вот третья группа у нас вот тут идет, да? Далее. В течение первых пяти лет после удаления на стадии Т1, Т2, но когда есть метастаз в лимфоузле, да? Хотя бы в одном, тогда уже получает М0. И в течение первых пяти лет после удаления на более высоких стадиях, соответственно, группа инвалидности будет уже не третья, а вторая и так далее. Там уже они смотрят. Однако, что я хочу сказать. Если при мастэктомии даже вы не дотягиваете вот до группы инвалидности, да, но у вас есть сопутствующие заболевания, которые также могут дать вот эту процентовочку, да? Помните, мы с вами разговаривали об этих процентах, да? Вот если есть сопутствующие заболевания, которые дадут нам плюс, то в принципе третья стадия может быть получена, даже если Т1, Т2 без метастаз в лимфоузле. Значит, вы все записали исходящие данные. Я прошу тех, у кого стоит вопрос о прохождении медико-социальной экспертизы, изучить вот эту таблицу по раку молочной железы. Это 14,7 там в таблице. И посмотрите, подходите вы или нет. А также можно посмотреть и другие заболевания, как сопутствующие, которые пойдут, да? И сами можете оценить шансы. Но это для тех, у кого нет инвалидности. Спасибо. 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 Спасибо.